Какой второй? Второй – это внутренняя миссия, что мы хотим. Не всегда это получается в компании сделать, но если это получится сделать, представьте, каждый сотрудник понимает и знает, что он хочет в жизни. Он понимает и знает, к чему он идет. Теперь внутренняя миссия, мы называем это внутренняя миссия, это ответ на вопрос, что мы хотим. И люди собираются вместе и рисуют вместе вот это будущее, которое они вместе создают. Со своими картинками, со своими детализациями, со своим видением. И важно здесь не текст, ответ на вопрос, что мы хотим. Важно вот это вот командное действие. А если люди поменялись, а картинка осталась? Можно это передается, ну, можно передавать. То есть, если человек приходит, новый человек приходит в компанию, допустим. Ну, не факт, что совпадет, когда они предыдущие. Да, но сам внутренняя миссия, она очень такая, может быть, разная. И внутренняя миссия насчет совпадения. Идеально, если стратегия развития компании, то есть, человек увидит свою стратегию развития в том, как он ее достигает в рамках стратегии развития компании. И кто задает стратегию развития компании? Собственник. А будут примеры? Нет? Нет? Конкретные. Вот совершенно конкретные. Вот прям в словах. Что-то будет, что-то будет, но с примерами что-то будет, но не все. У меня конкретно сейчас возникла такая мысль, что в миссии компании мы создаем слонов. И у каждого свой образ своего слона. Но все объединены общей идеей, хотя слоны разные. Может быть. Но сам здесь важен не текст. Здесь важен сам факт вашего действия о том, что вы выделяете вот это понимание в пространстве намерения. Вы понимаете, что и перезнаете себе, что это важно. Ответ на вопрос, что мы хотим. И вы пытаетесь найти на него ответ. В команде все вместе. Просто попробуйте. И так это внутренняя миссия.